Про российских олигархов поговорим, но поговорим не о тех, кто бежал, а о тех, возможно, которые планируют это сделать, а, возможно, и не планируют. 11 из 37 российских олигархов, которых Путин лично вызвал в Кремль в день полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, до сих пор не находятся ни в одном санкционном списке. Об этом сообщает Follow the Money в своем новом расследовании по информации источника. Именно эти люди являются частично спонсорами военных действий. Некоторые из них по сей день зарабатывают деньги на войну против Украины. Связанные с Кремлем российские олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бакарев продолжают активно вести бизнес в Латвии. По данным издания Insider, там они контролируют Рижский электромашиностроительный завод и другие компании, как лично, так и через подставных лиц. При этом на данный момент они значатся только в санкционных списках Великобритании. Как отмечает Insider, в России олигархи владеют компаниями, которые являются поставщиками для российского Минобороны. Ранее они владели долями в оружейном концерне «Калашников», а сейчас через Коломенский завод продолжают поставлять дизельные двигатели для российских военных кораблей. В 2007-2008 годах проходили фигурантами по уголовным делам в Германии и Испании по отмыванию большого количества денег. Однако в Латвии, как пишет издание, опасными их не считают. Подробнее о олигархах российских, о том, как им живется и что они делают, и насколько поддерживают режим, воюющий сейчас в Украине. Мы будем говорить с Дмитрием Гудковым, российским оппозиционным политиком. Дмитрий, приветствуем тебя. Здравствуй. Да, привет. Все у вас приветствуют. Ну, скажи, пожалуйста, вот ты читал наверняка «Инсайдер», да, я тоже прочитал это расследование, оно поразило меня вот еще чем. Мы с Лейлой и с нашими коллегами часто сообщаем о солидарной, очень четкой позиции балтийских стран. Не будем касаться недавнего медиа-скандала, который тоже демонстрирует очень серьезную позицию балтийских стран. Так а что же она получается в плане российских денег не такая принципиальная? Как им удается до сих пор владеть таким серьезным бизнесом, ну, например, в Латвии? Слушайте, я честно могу сказать, я не знаю детали этого расследования, да, я так бегло прочитал, как раз накануне эфира. Но, смотрите, значит, есть, безусловно, круг богатых людей, которые входят в самое ближайшее окружение Путина, да, которые несут прямую ответственность за войну, за вторжение и так далее. И, наверное, есть те, которые там обслуживают ВПК, Министерство обороны и так далее. Ну, как бы с ними абсолютно все понятно, да? Вот. При этом я знаю, что есть еще разные богатые люди, которые совершенно точно, по моим данным, выступают против войны. Многие после аннексии Крыма отказались сотрудничать с Министерством обороны, несмотря на то, что, значит, их к этому принуждали. Вот. И некоторые даже выступили публично против войны, осудив эту войну и так далее. Поэтому я бы здесь все равно был бы очень осторожным, да. Есть люди, которые виноваты, которых надо добавлять в эти списки. Вот. А есть люди, которые, я знаю, что даже Чич Варкин писал у себя в Фейсбуке, помогали, давали ему конкретные деньги на то, чтобы он покупал там бронежилеты, гуманитарную помощь и так далее. Я тоже таких людей знаю, и, естественно, я не буду называть фамилии, но потому что завтра там их арестуют, и понятно, что с вами сделают. Здесь, смотрите, как важно, как мне кажется, нужно подходить к этой ситуации. То есть, во-первых, некоторые люди, насколько я знаю, владеют международным бизнесом, да, что-то там поставляют в Европу. Ну, и здесь европейцы, когда принимают разные свои решения, они тоже считают. То есть, это решение, которое можно расценить как выстрел в ногу себе, да, потому что европейцы финансируют Украину, европейцы направляют туда гуманитарную помощь, финансовую помощь, военную помощь и так далее. И понятно, что от каких-то поставок они российских зависят, да, и здесь как раз очень нужно внимательно смотреть к УИСХУ, что называется, да, не по площадям стрелять, а, значит, тех, кто потенциальный союзник, да, я бы, наоборот, с ними бы как-то пытался выстраивать отношения на будущее. Вот, те, кто, безусловно, ответственны за войну, их надо всех включать в санкционный список и совершенно согласен. Почему? Здесь надо быть очень осторожными. Я вам просто пересхожу разговор с одним предпринимателем, который мне сказал примерно следующее. Говорит, ну, давай, Дмитрий, вот просто представим, что будет, если завтра я выйду и публично, значит, выступлю против Путина, а, значит, если завтра я направлю деньги официально просто, да, публично, не как он делает это, не публично, а вот так во все услышит, деньги там на нужды вооруженных сил Украины, деньги на гуманитарную помощь и так далее. Говорит, что произойдет дальше? Говорит, на следующий день арестуют, в лучшем случае, да, меня, моих родственников, мой топ-менеджмент, отберут компанию всю, вот, компанию отдадут путинским упырям, и путинские упыри будут, значит, на эти деньги финансировать вооруженные силы России. Говорит, кому от этого будет легче? Говорит, либо я, как могу, помогаю украинцам, да, либо мы просто от этих активов отказываемся, эти активы, по сути, достаются путинским вот этим олигархам, которые сразу же все эти деньги будут кидать на войну. Вот, то есть, я думаю, что в Европе тоже это понимают, да, и, наверное, считают, вот, поэтому они очень, знаете, очень так щепетильно подходят к этим санкционным спискам, им нужна доказательная база. И здесь еще есть такой момент, с которым я сталкивался, я сейчас не буду называть фамилии, когда, значит, конкуренты пытаются друг друга, да, обвинять для того, чтобы, так сказать, убрать с рынка. И начинают, так сказать, предлагать разные списки. Я, на меня уже тоже выходили разные люди, которые говорят, а давай-ка ты вот этого в список надо там отдать, а вот этого, я говорю, ребят, идите к чертовой матери, да, у нас есть наша политическая линия, вот, мы никаким там лоббизмом заниматься точно не будем. Вот, и вот этот момент надо тоже учитывать. Поэтому я бы вообще определил бы круг людей ответственных реально за войну, я бы с них начал, потому что там далеко не все. Вот, я бы максимально поощрял тех, кто выступает против войны, да, для того, чтобы усилить раскол элит. Нам нужен раскол элит, поверьте, я вот сколько говорю уже 9 месяцев, что без раскол элит война не остановится, даже если будет военное поражение у Путина, да, значит, он закроется в стране, нефти, газа полно, продаст через третьи страны, деньги бросит на ВПК, значит, делает новые ракеты, через какое-то время снова начнет войну. Раскол элит крайне важен для того, чтобы этот режим был свергнут, да, чтобы сами свои же, как это с Милошевичем когда-то произошло, когда сербские элиты просто сдали Милошевича военному трибуналу. И на мой взгляд, вот об этом нужно всем серьезно сейчас думать, иначе просто люди будут погибать дальше. Слушай, вот ты сейчас говоришь, а мне интересна такая мысль, может, немножко в сторону вопрос. Вот ты уже сколько месяцев находишься вынужденно за пределами России до полномасштабного вторжения, и также много, и многие из оппозиционных политиков российских. А скажи, а вот олигархи, кто-то из них выходил на вас с предложением дать денег на борьбу, на поддержание антивоенного движения? Вот мы знаем, мы говорим о том, что олигархи поддерживают Путина. Окей, это ясно. А есть те, кто поддерживают, может быть, не публично, ты не можешь назвать имена, но эти люди есть вообще, в принципе, уехавшие со своими миллиардами, которые готовы сейчас говорить с вами, с людьми, которые хотят Россию, ну, вернуть в адекватное состояние когда-то? Есть даже люди, которые украинцам помогают. Вот конкретно перечисляют деньги, и на эти деньги, я знаю, покупается и гуманитарная помощь, и медикаменты, и даже бронежилеты, и так далее. Есть случаи, тут мне рассказывали, есть предприниматели, которые конкретно покупали вооружение. Соответственно, понятно, что никакую фамилию мы называть не будем, но такие люди есть, безусловно. Однозначно просто не может не быть, потому что невозможно смириться с тем, что Путин делает в Украине, да, и с Украиной. Конечно, такие люди, безусловно, есть. И просто прочитайте пост Чичваркина, который ругался, что какого-то человека добавили в какие-то санкции, это не речь не про европейские санкции, а какие-то там, и даже не американские, я его сейчас не помню. Он говорит, что же вы сделали, вы добавили человека, который мне давал бабки на бронежилетах. Зачем вы это делаете? Но мы просто не можем, да, какие-то фамилии называть, потому что это смертельно опасно для людей. У нас, вон, новичком могут отравить за пределами страны, а уж внутри, особенно люди, которые просто не могут продать бизнес, не могут вывести, невозможно, да. Есть такой бизнес, который ты не можешь перелацировать из России в другую страну. Ну, это просто невозможно. У тебя там стоит, грубо говоря, завод какой-нибудь или еще что-нибудь. То есть не можешь взять этот завод и перенести еще куда-то. Это невозможно. Вот. И совершенно очевидно, что в условиях войны многое невозможно продать. Но проблем с этим очень много. Поэтому, как только они что-то публично скажут, у них все сразу отбирают. И главное, что это все достается не противникам войны, да, а сторонникам. Достанется путинским олигархам, которые думают, а вот человек по дешевке скупит. Как это происходит обычно, да. Кто-то пытается вывести деньги, вот, кто выступает против Путина, против войны. А путинские олигархи, они просто выявляют, создают еще проблемы для этих бизнесменов. Скупают потом за копейки, ну, все, и становятся бенефициарами. То есть вот это тоже надо учитывать. Потому что в этот момент, а лучше-то так, что никого не останется из тех, кто готов был бы, значит, Путина сместить. Вот вам даже вопрос. Скажите мне, как вы себе представляете, кто пойдет к Путину, ну, предположим, в какой-то момент будет военное поражение, кто должен прийти к Путину и сказать, Владимир Владимирович, слезай с трона. Все, как бы мы вот решили, что ты наша головная больная проблема. Вот, мы меняем власть. Кто может быть такой? Обычно говорят залужный, например. Генерал залужный может им об этом сообщить. То есть это значит, что танки, историю, по-моему, до Москвы дойдут? Ну, мы же, это же ведь нереальные вещи. Да нет, я понимаю, я понимаю. Если говорить из внутреннего окружения, ну, слушай, мне кажется, таких людей уже просто нету. И об этом нам хорошо свидетельствует заседание Совбеза перед войной, когда вот лично я, человек, который много лет думал, что в России существует Полинбюро, и они там, знаешь, сидят, спорят, Владимир Владимирович, как Леонид Ильич, давай то, давай... Тогда я понял, что нету ничего такого. Есть один человек, которого боятся все. Поэтому я не представляю себе, чтобы кто-то мог к нему зайти. При этом, насколько я знаю, как мне сказали, что Козак тогда выступил против войны, именно поэтому он исчез из публичного пространства. Не знаю, что с Нарышкиным произошло, но я подозреваю, что раз он так нервничал, с трудом связывая слова в предложение, наверняка он тоже попытался что-то сказать против, а потом его так вот публично унизили. Да, пока вот в этом, наверное, круге нет. Но есть еще другой круг, да, есть какие-то целовеки, есть губернаторы, есть все-таки там какое-то предпринимательское сообщество, которое сейчас боится, совершенно очевидно. Но как только случится военное поражение путинского режима, да, в Украине, когда путинский рейтинг начнет снижаться, вот тогда начнется суета вокруг президента. И здесь разумная позиция и Украины, и Запада, направленная на раскол элит, может поспособствовать тому, что найдется человек. Может быть, не из этого круга, а из другого круга, который придет и это и скажет. И нам просто нужно, как бы, таких людей, как сказать, создавать, короче, создавать мотивацию для этого раскола элит. Вот что важно. Поэтому очень важно в санкционные списки включать тех, кто несет прямую ответственность за войну, безусловно. Вот. Ну и направить надо сигнал, что те, кто выступит против войны, кто выступит на стороне, там, Украины, хоть в каком-то виде, да, что вот мы этих людей видим, вот, и мы рассчитываем на то, что они смогут в будущем, когда случится это военное поражение, как-то повлиять на решение, ну, не знаю, там, по организации дворцового переворота или еще что-то в этом роде. Потому что я думаю, что дворцовый переворот, в принципе, это наиболее вероятный сценарий, который может произойти. Дмитрий, я вас благодарю, что вы, да, вот, и озвучили определенные такие месседжи, очень важные, что на самом деле, ну, есть те, кто попадает в санкционные списки, но подтверждение там определенных содействий военным действиям, либо же вклада финансового, ну, доказательств определенных нет. А есть другая сторона медали, я бы тоже хотел, чтобы мы с вами немножко прокомментировали. Есть самый богатый россиянин Владимир Лисин. The Times подтверждает, что он поставлял сталь для производства баллистических ракет. Его компания, да, очень известная, она как раз и поставляла сталь российским компаниям, производящим ядерное оружие, баллистические ракеты. Кроме Украины, санкции против Лисина на самом деле ввела только Австралия. О введении санкций против Лисина идет речь, на самом деле, еще с 2014 года, когда и Украина ввела определенные санкции по отношению к россиянам, да, и так далее. Лисин действительно, это я для зрителей сейчас напоминаю, действительно безумно богатый человек, который имеет вид недвижимость во Франции, Великобритании. Очень известные эти объекты недвижимости и так далее. Я много говорить не буду. Но как вы считаете, почему против Лисина, Европа, Соединенные Штаты Америки, его вот как-то фамилия не всплывает в этих санкционных списках? Вы знаете, поскольку уже несколько дней журналисты задают вопрос, я очень внимательно ознакомился с этим расследованием. Значит, продажа осуществлялась фирмам, да, стали, какой-то стали, причем гражданского назначения. А дальше якобы эти фирмы куда-то что-то переводили. Ну, слушайте, если я произвожу компьютеры, потом эти компьютеры приходят, не знаю, куда-нибудь в Министерство обороны или я не знаю, я произвел одежду, да, а эту одежду потом я ее продал на рынке, а дальше кто-то купил и этой одеждой обеспечивал, ну, допустим, вооруженные силы России, ну, предположим. Ну, а, то есть там нету прямых поставок. То есть специально я посмотрел, прямых поставок Минобороны нету. И, насколько я знаю, Лисин выступил, он один из шести был, первый, кто выступил против войны. Ну, просто посмотрите внимательно. Это как бы его отдельная история. Вот про историю, которую вы сегодня мне сказали, мне надо посмотреть. Я хочу тоже это все проверить. Потому что, безусловно, конечно, в окружении Путина есть олигархи, которые участвуют. Вот. Есть олигархи, которые обязаны исключительно Путину. То есть это олигархи, которые появились после того, как Путин стал президентом. Да. А есть богатые люди, которые стали богатыми еще задолго до того, как Путин вообще пришел к власти. И вот здесь почему и очень важно, чтобы была какая-то комиссия, в которой бы участвовали представители Украины, представители западных стран, да. И все просто под микроскопом изучали. Это крайне важно сделать. Те люди, которые выступили против войны, вы должны понимать, что это огромный риск для них было выступить против войны. У Тинькова, например, просто отобрали бизнес. Понимаете? И он еще остался под санкциями. И это, к сожалению, вместо того, чтобы, значит, поощрить вот это выступление, чтобы остальные стали выступать против войны, его пока держат под санкциями. В итоге все остальные бизнесмены, насколько я просто знаю, приводят этот пример и говорят, ну слушайте, а тогда какой смысл выступать против санкций, против войны, если мы все равно попадем под санкции? А здесь еще и риск оказаться за решеткой, потерять бизнес и так далее. Понимаете? То есть очень все должно быть вдвешено. Я понимаю, что много эмоций сейчас. Но это важно как раз с точки зрения того, что раскол элит быстрее приведет к окончанию этой войны. Но если мы будем сразу по всем стрелять, элиты объединятся вокруг Путина, и он еще будет долго править. Ну то есть... Дим, спокойно, конструктивно как раз обсуждаем. И действительно важно, что вот мы сейчас такие тезисно... Потому что информации много появляется и по отдельным фамилиям, да, поэтому ну и важно комментировать и обсуждать. Я просто зрителям напомню, что именно Лисин еще 7 марта обратился к россиянам, обратился с, ну фактически с призывом закончить вот эти военные действия со стороны Российской Федерации, выступил против войны и даже определенное сделал такое официальное заявление, которое было направлено, и Reuters это опубликовал, направлено на предприятие. Я слышал, что у всех бизнесменов, которые выступили против войны, были очень серьезные проблемы в России. То есть прям вплоть до там угроз не только отъема бизнеса, да, но и там уголовного преследования и так далее. То есть я просто понимаю, насколько это сложно. Я сейчас не хочу никого оправдывать. Я просто призываю к очень такой умной, правильной политике, потому что на кону жизни людей, понимаете, и вот надо рассказывать, надо поощрять тех, кто выступил против войны. Поощрять хотя бы, ну, хотя бы просто говорить, вот они выступили против войны, да. А те, кто за войну, вот их надо включать. Ну, понимаете, получается, человек выступает против войны, там, его добавляют, как Тинькова, допустим, в санкционный список, а подружки дочери Путина, ну, вот можете посмотреть в Инстаграме, выкладывают фотки, как они частными бортами, самолетами, то в Италию, то еще куда-то. И получается, как-то несправедливо, да. То есть те, кто реально является бенефициаром путинского режима, кто сделал все свое состояние, все свои карьеры, как от всей своей карьеры обязан исключительно Путину, да, и кормятся с его руки, они как бы там. Вот. А люди, которые ценой рискуют просто с движением своей, да, и уж бизнес потерял, выступили против войны в условиях, там, когда жесточайшие репрессии идут у нас за Яшина, вон, на восемь с половиной лет, посадили за то, что он про Бучу правду рассказал. Вот. И вот они все потеряли, они как бы попали под санкциями, им ничего нельзя, а вот этим путинским всем друзьям как-то пока можно. Вот я понимаю, почему так. Потому что никто не ожидал войны, да, не все были готовы на это реагировать. Все в спешке, все происходило. Я сейчас никого ни в чем не обвиняю, просто это надо корректировать для того, чтобы санкции были более эффективными, да. Задача санкций какая? Сделать так, чтобы не было никакой угрозы от России, да, чтобы быстрее закончить войну и сделать так, чтобы Россия в будущем не могла эту войну возобновить снова. Вот задача санкций. Спасибо тебе большое. Поэтому здесь задача. Да. Да. Мы еще вернемся. На самом деле столько имен не обсудили. Слушай, и Фридмана хочется рассмотреть, и про Чубайса поговорить. Ну, не в последний раз. Спасибо. Я все-таки, если можно два слова добавить, здесь я бы даже не хотел бы говорить про фамилии, да, я хотел бы говорить про принципы, что очень важно. Принципы очень четкие. Если ты против войны, если ты не связан, если ты деньги заработал не благодаря Путину, это одна ситуация. Если ты олигарх чисто путинский, ты во время его правления сделал все деньги, и ты там отмалчиваешься, еще финансируешь там Минобороны, и еще, не дай бог, еще и поддерживаешь эту войну, вот ты должен быть под санкциями, да. Вот что фамилии обсуждать? Надо обсуждать принципы, надо обсуждать правила. И это даже не только нам обсуждать, да. Это формировать Украине, Западу. Мы готовы просто сказать то, что мы знаем, да, про российский бизнес, про то, что там происходит внутри страны, про то, как этот бизнес устроен, кто кого финансирует, кто от кого зависит. У нас, конечно, есть эта информация, мы ее с удовольствием поделимся. Большое спасибо за включение, Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, временно находящийся вне России, правда, но, тем не менее, нам рассказал про российских олигархов, которые тоже находятся не на территории России. Да, некоторые находятся не на территории России.